Ну что, ребята, привет! Это, наверное, самое долгожданное видео на моём канале, которое приурочено к одному году нашей жизни с собакой. Иди сюда, снимешься? Иди, снимешься, зай! Видео, посвященное нашему любимому Шпаке! Вообще, мне не верится, что мы живём с ним уже целый год! Целый год! За этот год у нас было очень много всего. Я целое лето снимала кусочки видео, чтобы смонтировать вот этот большой выпуск о нём. Будем очень благодарны вам за лайк, за комментарий, за подписку. И самое главное, что он подарил столько любви нам за этот год. Просто сойти с ума можно. Просто, ребята, посмотрите на него, какой же он красавец! Какой он стал взрослый! Какой мужик! Ты мужик? Спехи! Ты мужчина? Признайся нам с подписчиками! Приятного просмотра! Хочу начать первым пунктом с того, чтобы перед тем, как заводить собаку, вы изучили породы собак. Ребят, это невероятно важно! И перед тем, как завести собаку, я читала миллион всяких отзывов, всяких видео смотрела про все породы собак, не только про пуделя. И я хотела бигля, мне очень они внешне нравятся, но когда я прочитала про особенности характера, особенности шерсти, я поняла, что никакого бигля у нас не будет. Для меня было важно, первое, чтобы собака не пахла. Я не переношу запах собаки. И если быть честной, то я о собаке никогда не мечтала. Я знаю, что есть люди, которые просто грезят с самого детства мечтой о собаке. Они хотят, они ждут, когда же я уже там повзрослею или когда же я куплю себе собаку. У меня такого не было. Я никогда не хотела собаку, я не мечтала о собаке. Меня отвращал именно собачий запах. Я понимала, что для меня всегда собака ассоциировалась с чем-то грязным, с чем-то неприятным дома именно. Так вот, вернемся к породе. Пудель не линяет. Пудель не пахнет собакой вообще. Он пахнет просто печеньками, а после груминга он пахнет всякими ароматами лучше, чем я на самом деле. И поэтому в этом ноль претензий к породе Пуделя. Также Пудель очень умный. Я думаю, что об этом все знают. Иногда на прогулках нас спрашивают, а он действительно так умный, как о нем говорят. И, честно сказать, я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что у меня не было опыта общения с другими собаками. Мне кажется, что собака должна быть такой. Возможно, в представлении собак, он реально очень умный. Но я могу сказать, что он безумно сообразительный. Он, да, ребят, он реально умный. Честно, я не знаю, как другие собаки. Спайчик, он очень умный. Чтобы выучить команду, нам достаточно повторить 10 раз. Все, он уже знает команду. Было очень смешно. Мы учили с ним команду дай пять. Я говорю дай пять. И он своей лапой бьет. Мы учили эту команду 10-15 секунд. И Васька просто, он рядом сидел, он слушал, говорю, все, мы выучили. Он просто смеялся от того, что это невозможно. Как собака может так быстро выучить команду? Но это действительно так. Также, если вы только планируете покупать собаку, я вам от всего сердца просто очень сильно рекомендую прочитать книги. Вот это, наверное, все про нее слышали. Либо собачники, либо кто планирует завести собаку. Гладь, люби, хвали. Шикарная книга. Мы просто столько из этой книги почерпнули. В общем, мне кажется, все методы воспитания нас и наши собаки... Кого-то увидел на улице? Друзей каких-то своих. Все наши методы воспитания, они взяты из этой книги. Про похвалу, про язык собаки здесь написано. Про то, как взаимодействовать, случать собаку и кошку, чтобы они не враждовали. Все. Вот это просто 10 из 10. Также у меня есть книга вот эта. Если честно, эту книгу я покупала очень давно. Мне кажется, лет 5 назад. Я тогда увлекалась психологией сильно. И я эту книгу покупала не для того, чтобы учиться воспитывать собаку, а для того, чтобы понять, как взаимодействовать людям друг с другом. И вообще название книги «Не рычить на собаку» — это про то, что не нужно орать, кричать, рычать, а наоборот нужно хвалить. Блин, про рычание... Если честно, я не знаю, я, наверное, потом к этому вопросу вернусь по течению этого видео. Но у меня есть страх сейчас, что мы никогда на спальчика не рычали, как здесь написано. Он не знает, что такое агрессия. То есть он просто не понимает, что такое злость и агрессия, потому что в его жизни такого не было. Когда он даже вот два раза у нас были какие-то критические ситуации на улице, он не проявлял агрессию, потому что не понимал, что делать. И мне из-за этого очень страшно. Мне хотелось бы, чтобы в какие-то моменты он мог постоять за себя. Но, видимо, с детства мы его воспитываем только положительным подкреплением, подкреплением только любовью, без агрессии, без каких-то там оров. Он вообще не знает, что такое рычать, злиться и так далее. Хочу порассуждать на такую интересную тему про страхи. Я знаю, что очень многие люди боятся заводить собаку из-за того, что она может всё грызть, рвать, что она может быть какой-то не такой, как вы хотели бы. А, что ещё? Вставать надо рано очень. Знаете, вы собаку воспитываете под себя. Если вы не хотите вставать в 6 утра, то вы просто не встаёте в 6 утра. Да, я не говорю сейчас про щенков. Понятно, когда ты щенка приучаешь к улице, то, конечно, ты с ним встаёшь, там каждые 3 часа или 2 часа выходишь, встаёшь в 5 утра. Но со взрослой собакой мы сейчас встаём только тогда, когда мы встали. Он не орёт, не скулит, он терпит. Он может терпеть 12 часов, даже больше может терпеть. Но мы, конечно, сами не хотим, чтобы собака так долго терпела. Понятное дело, мы с ним выходим. Но было несколько моментов в жизни, когда он терпел очень долго, потому что так было нужно. И эти все страхи, это как будто бы, знаете, надуманно. То есть раньше, когда люди не знали, а-ля как воспитывать детей, как воспитывать собак, возможно, они и делали какие-то ошибки в воспитании. И от этого потом страдали. Спайки, не приставай. Сейчас всё доступно. То есть ты прочитал книгу, посмотрел YouTube, и ты воспитываешь собаку такой, какой ты хочешь её воспитать. Поэтому не бойтесь. У вас всё получится. Не бойтесь. Покажи, пожалуйста, сколько сейчас время. 11.07. Чтобы вы понимали, мы ещё не выходили гулять с собаками. Только проснулись. Сегодня выходной, поэтому мы запоздались. Но он вот ждёт. Ещё очень классный момент. Я прочитала в одной из книг, которую вот вам советовала. Попробуйте когда-нибудь не просто говорить собаке там нельзя, а попробуйте, когда она себя ведёт так, как надо, как бы вы хотели, чтобы она себя вела, говорить молодец, какой ты молодец. Вот и прямо лает и говорить нельзя. И когда он только замолкает, тут же говорить молодец. Вообще так сильно меняется его вообще настроение, поведение. Он такой счастливый. Всем привет. Прямое включение из Питера. Мы здесь уже четвёртый день. И я хотела в Петербурге отметить день рождения Спайка. Ему годик был 8 июня. И мы не отмечали в Москве, потому что хотели приехать в Питер и устроить пикник. Для пикника у нас уже всё готово. Мы решили собаке сделать сюрприз и дать ему обычную еду. Мы купили сэндвич из Буше. И хотим сделать красивые фотки и накормить его вкусненько, поиграть с ним. Сейчас пойдём к Исаакиевскому собору, и там будем классно проводить время. Покажем вам, как мы отмечаем день рождения нашего пьё. Так, мы добрались до места, и наша собака поняла, куда мы пришли. Он уже ждёт, когда ему дадут мячик, потому что мы здесь же с ним играли. Он понял, где он. Сидеть мы будем с вот таким видом на Исаакиевский собор. Самобранка. Вау, Спайки, смотри, это для тебя, представляешь? Это твой праздник. Эй, эй, а где зелёная штучка? Нет, пока не будем. Спайчик, ты знал, что у тебя день рождения? Сейчас колпачок тебе наденем, вот этот красивый. Зоопик. Эй, ты, ты что делаешь? Там сэндвичи все. Молодец. Так, у нас отбывали. Сыпай камеру, потому что и сейчас. Мы сейчас пытались сделать красивые фотографии, и я вам оставлю, что получилось. Он сожрал прост сэндвич, мы не успели даже ничего записать. Но он ждёт, когда ему дадут мяч, чтобы он поигрался. Счастливый. Колбасы наелся. Спайки, а ты в курсе, что ты ел очень долго сочетал? В курсе, скажи я, в курсе. Когда поигрался, когда поигрался сэндвичей и травой. Ага. Ты его ждал, ты его ждал, ты его ждал, ты его ждал. Как и тебя ждал. Спайки, это у тебя что, мяч? А что это за вид такой? Ой, как он классно лежит. Слышь, Янчик, подойди, смотри, как фоткать можно. Он лежит напротив Исакия прям. Неси, неси, прыжок. Очень вкусно, сэндвич. Сэндвичиной? Вообще бомба. База. У меня вентиль с малиной. А спайку только что я сожрал ветчину. Мортаделлу, сурочтеллу. И счастливый играет. Вот у нас ветчина. Ну, мортаделлу. С фисташками, кстати. Интересно, как он отнесется с точки зрения пищеварения к этому. Ну, раз в год можно повалить. Ну, да, да. Потому что он сейчас возрослел, и он нормально реагирует, если что-то он такой съедает, кроме корма. Ну, выглядит он максимально счастливым просто. Дай спайкун. Это было очень вкусно. Спайки, с днем рождения тебя. Спайки, можно? 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 С днем рождения! Ура! Итак, мы сейчас идем за нашим Пепсиком. Он был на груминге 3 с половиной часа. И сейчас идем его забирать. Он должен быть такой красивый. Каждый раз после груминга он просто выглядит, как, знаете, собака с обложки. Вообще, он такой красавчик должен быть. Сейчас с вами вместе и оценим результат, так сказать. О, это что такое? Кто будет животных продавать, интересно? Спайки, 4 часа не заметил! Хе-хе-хе-хе, какой же ты красивый! Какой же ты красивый! Спайки! Привет! К слову о деньгах. Мы покупали той пуделя, но сейчас его померили на груминге и сказали, что это карликовый пудель. За нами пришли ребята тоже с собакой, пуделем. Я говорю, ой, а какая у вас собака? Они говорят, мы покупали той пуделя, но он больше спайка, чтобы вы понимали. И мы все посмеялись, такие, да, все покупают той, но по итогу получается не той. Вот сыне. Сколько раз мы ходим на груминг? Наверное, раз в два месяца, да? Не раз в месяц. На груминг мы ходим примерно раза в два месяца, и груминг стоит 5500. 5500, его безумно классно стригут, максимально профессионально, максимально, ну просто идеально. Отношение к животным, результат, качество, просто перси-конфетка. Спайки, это кто такой красивый? Да что такой красивый? Где таких делают? Где таких создают? Я тебя люблю, я тебя люблю. У нас в семье, кстати, матриарха от Вити, на его лежанке постоянно лежит у нас путейто. Ты путейто или потейто? Золпик. Что еще касаемо денег? Самая большая трата, помимо груминга, это, конечно же, корм. Постоянная трата, на которую приходится спускать свои денежки. Мы кормим вот этим кормиком сейчас, он холистик, максимально натуральный, классный. Мы с Роял Канино перешли на него. Три килограмма вот этого Грандорфа стоит 3,550 примерно. Вот, мы уже несколько месяцев покупаем его, а такой упаковки хватает чуть больше, чем на месяц. На самом деле, в основном, это единственные траты, на которые приходится спускать деньги, это корм и груминг. Постоянных таких трат больше нет. Прививки они, ну, раз в год. Ну, единственное, еще лечение, конечно, когда собака болеет, но это тоже не постоянные траты. Это случайность, и никак не подгадаешь, сколько денег на это нужно. Наверное, еще в эту статью можно записать вкусняшки. Мы покупаем вот такие во вкусвиле, натуральная легкая или натуральную печень сушеную. И я даже не знаю, можно ли это внести в траты, наверное, да, но эти вкусняшки, ориентировочно, там, 199 рублей стоит во вкусвиле. Вот такой упаковочки за 199 рублей хватает примерно недели на две, наверное. То есть в месяц это 400 рублей. Как я уже сказала, корма нам хватает на полтора месяца, груминга на, там, два месяца, вкусняшек две пачки в месяц, и по цене это примерно получается вот столько. Вот столько в месяц. И судите сами, собака это дорого или недорого. Но, кстати, собака это всегда затратно, потому что если вы куда-то едете отдыхать, билеты на электричку, билеты РЖД поезда, ласточки, все это плюс 600 рублей на собаку. Билет собачий стоит 600 рублей ориентировочно. Глава про путешествия. Наши собаки год и два месяца. Он уже был несколько раз в Воронеже, несколько раз в Туле, он был в Твери, в Сузале, во Владимире, несколько раз в Петербурге. Два или три, Зай? Мне кажется, два. Мне тоже кажется, да, зимой и летом. Он путешествует столько, сколько люди реально не путешествуют. Но постоянно мы с ним ездим только на поездах, на самолете. Мы еще ни разу не летали. И не потому, что я боюсь, что там для него это будет какой-то стресс или шок, потому что он же маленький, его пустят в самолет, в кабину. Просто для собаки нужно покупать дополнительное место. И нам проще отвезти его к родителям, либо в Тулу, либо в Воронеж, либо попросить мою маму из Воронежа приехать с ним посидеть. Она так уже сидела, приезжала. Также, когда ему было полгодика, первый раз мы улетали в Мурманск, когда его оставляли одного, мы его отдавали в собачий отель. И он оставался в собачьем отеле. Мне постоянно скидывали фотки, мы были вообще спокойны, как он себя чувствует. То есть, все было в порядке. По поводу переезда на поездах, интересный момент, потому что в электричках, в Сапсане, кстати, собаку можно доставать с переноски. Она вообще свободно сидит, все классно, круто. В ласточках почему-то иногда какой-то прикол, что они заставляют собаку держать в переноске, и ее нельзя тут достать. Но это не во всех ласточках. То есть, когда мы ездили, например, в Воронеж, вообще всем было все равно. Но собака у нас просто лежала на нас, он максимально спокойный, он даже ни разу не лает, он просто лежит то на мне, то на Ваське, то стоит, то, короче... Блин, идеальная собака, реально. В Воронеже их 6,5 часов, он просто 6,5 часов молча либо сидит, либо лежит. Из-за этого у нас были приколы, когда заставляли засовывать его? Ну, в ласточке в Тулу и в ласточке... В Питер, да? В Питер, да. В Воронеже мы, кстати, ехали на обычный поезд. Нет, с красного ласточка. Ну, это не ласточка, это просто двухэтажный обычный поезд. Также нужно дополнительный билет на него купить. И по поводу путешествий, не знаю, это, знаете, какая-то просто картинка из Пинтереста, когда мы с ним вот в Питере бегали около Исааки, он играл. Это вообще просто какая-то мечта. У меня есть очень-очень большое желание поехать с ним в Калининград, чтобы он побегал по морю, по Балтике, по побережью. Но пока на самолетах мы еще не дошли, чтобы полетать. Нам повезло, потому что собака адаптируется легко, когда мы останавливаемся в отелях. Точнее, не в отелях, мы всегда снимаем там на Суточную Ру, на Ванту Трипе, а-ля хостелы, квартиры кто сдает. И вот сначала, когда он был маленький, ему было тревожно оставаться, то есть мы его всегда брали с собой. Вот в Петербурге, например, у него вообще был какой-то стресс, когда мы первый раз с ним приехали в отель, мы его всегда брали с собой. А летом, уже спустя полгода, когда ему был годик, он вообще спокойно уже оставался один в отеле, даже в чужом. То есть там несколько дней он, например, с нами переночевал, а потом мы могли его уже одного не брать с собой, а постоянно оставлять. И он спокойно спал, отдыхал. То есть в какой-то момент я прямо ему говорю, типа, пойдешь с нами гулять или дома будешь? И он такой, ложи цветка, все понятно, все понятно. Иди подписчиком, поцелуй тебя. Ой, путешественник. Спайк, путешественник, спайк, путешественник. Ему очень классно оставаться в Туле у Васькиных родителей, потому что они завели собаку после нас. И просто у них, знаете, когда мы уезжали в Японию, мы оставляли его как раз Васькиным родителям. И они играли просто, ну, реально спайк побыл в отпуске лучше, чем мы. Поэтому мы вообще спокойны, у нас все классно. И спокойно путешествуем. Еще очень важно отпускать собаку работать с собой. Не с ним, а с собой. То есть отпустить его, вот этот процесс сепарации. Первый раз, когда мы его оставляли в собачьем отеле, ему было 6 месяцев. Для меня это было очень сложно. Я переживала, как он будет без нас, как же он беденький без нас. И в итоге, когда мы его забрали, я увидела, что собака научилась самостоятельности. Он научился один играть без нас. Ему кайфово одному. И, например, там прыгать, бегать, бояться отпустить собаку с поводка. То есть я сейчас с ним хожу только потому, что мне на груминге посоветовали не в безопасных местах водить его на поводке. Раньше он у меня маленький, везде ходил без поводка. То есть я вообще не боялась, что он куда-то убежит. Такого вообще не было. И, знаете, не следить за собакой, где она, где она, а чтобы он учился следить за вами и видеть вас. С собой нужно работать, со своими страхами. Мы с Пупсиком вышли погулять. Блин, на улице так тепло второй день, просто капец. Мне даже в бомбере жарко. Мы, короче, сдались и купили себе рулетку. Мы не хотели собаку на рулетке водить, чтобы он не тянул. Ну, мы поняли, что никакого смысла в этом нет. Сейчас я его спущу. Погнал. Так вот, я не хотела, чтобы собака ходила на рулетке, чтобы не тянула. Но мы поняли, что в этом нет никакого смысла. Спай, ко мне, иди сюда. Иди сюда. Молодец. Умник. Умничка. И купили рулетку. Удобно? Без проблем. Ходим на рулетке теперь. Да, жопик? У нас во дворе многие друзья с собаками спрашивают, как мы ходим с ним без поводка. На самом деле я начала с ним гулять без поводка, когда он был еще совсем-совсем малышом. В месяце четыре, наверное. Ну, да, я почти сразу начала без поводка с ним ходить. Вот. Постепенно начала учить команду ко мне. То есть он 98% вероятности подойдет. 2% это если, например, какой-то сильный триггер. Другие собаки вот сильно его триггерят. А так... Ой, извините, он какает. Так, если мы с вами завели речь о поводке, давайте проговорю важные моменты. Почему важно собаку водить на поводке? Это моя первая собака, и я думала, что собаку надо водить на поводке, чтобы он не убежал. Я не боялась, что он убежит, и поэтому я водила его везде без поводка. Но на груминге мне сказали, что собаку нужно водить на поводке для его безопасности. Чтобы он не попал под машину, чтобы на него не напали другие собаки. Потому что другие собаки, часто неадекватные, ходят без поводков. И это очень опасно для вашего пса. Даже если нос идеальный, никого не покусает и никуда не убежит, для него будет безопаснее на поводке по причинам, которые я указала выше. Ребята, всем привет! Сейчас уже конец лета. Я снимала это видео довольно долго. Большой кусок времени. Сейчас мы сидим с виновником торжества этого видео на балконе. Хочу рассказать две треш-истории, которые случились с нами за это лето. Наши первые леты вместе. Первая история — это на нас напала собака. Получилось так, что мы стояли. Спайчик был на поводке. Вторая собака была тоже на поводке. Они стояли, нюхались. И я Ваське говорю, смотри, какое красивое небо. Мы отвернулись, начали смотреть на небо. В этот момент собака схватила Спайк за шкирку. Просто так зубами сцепилась. И потащила его куда-то. Спайк начал очень сильно скулить. Вообще он не понимал, что происходит. Я начала просто орать матом на весь двор. Это было не в нашем дворе, а сбоку дома. Но прям близко к нашему мужика. Начала просто орать матом. Галима прям на капель. И женщина очень сильно перепугалась. Испугалась хозяйка собаки. Она просто очень быстро свалила. Пока я подбежала к Спайку, начала его утешать. Она умотала вместе со своей собакой. Я переживала, что Спайк будет бояться других собак. Будет переживать, не захочет ни с кем играть. Но, слава богу, он у нас такой мальчик, что он тут же пошел и начал играть с другой собакой. То есть никакой травмы у него не было. Вторая история случилась с нами на этой неделе. Это тоже просто был прикол, короче. Мы думали, что рано или поздно это должно случиться. Он лежит, смотрит на собаку на улице. Там мальчикушка гуляет и такой... Вов. Итак, вторая история. Наша рулетка намоталась на доставщика еды. Сказываю, как это было. То есть вот так вот у нас была натяжка. И вот как дерево сейчас, так же нас курьер начал тянуть. И Спайк за ним полетел. Вот так вот он был натянут. Курьер вот здесь проехал между мной и рулеткой. И за вот эту нитку поехал дальше. И Спайка намотала немного. Вот. Так это примерно было. Мы шли от ветеринара. Спайк был на расстоянии. И между мной, рулеткой и Спайком проехал курьер с самокатом. Мы сразу начали орать. Просто типа, стой, стой, стой. И он проехал. И он сразу начал тормозить. И Спайка намотала на колесо. Но он не попал под колесо, слава богу. Все было в порядке. Он тоже начал скулить очень сильно. Я испугалась. Просто у меня была истерика. У меня просто вот так вот я вся тряслась. Но в итоге тоже все было хорошо. Я его взяла на ручки. Пожалела. Потом чуть-чуть понесла. Поставила его. И он тут же побежал. То есть не было никаких серьезных последствий. То есть все было в порядке. Такое веселое наследие было. Два происшествия. Собаки как дети. То есть ты хочешь уберечь максимально от всего. Но от всего уберечь не получится. В любом случае что-то негативное будет происходить. Потому что это жизнь. Это нормально. Живем дальше. Сидеть. Молодец. Зайка. Молодец. Суслик. Суслик. Нет. Суслик. Нет. Суслик. Да, да, да. Молодец. Суслик. Давай пять. Молодец. Так. Какие команды знает спайчик? Я, короче, записала шестнадцать команд. Но если я еще что-то вспомню, то я вам запишу где-нибудь вот здесь. Это команда сидеть, ждать, ко мне, рядом, дай лапу, дай пять, ручки, лови, неси, фу, брось, дай, нельзя. Кстати, нельзя, я говорю ему ай-яй-яй. Вместо нельзя я говорю ай-яй-яй. Мне так удобно. Эмоционально удобно. Проси. Там лапками идет. Ты услышал команду? Проси. Проси. Эй-ей. Проси. Проси. Да, да. Проси, проси. Умник. Ты-то просто умничка. Щелнышко мое. Зайка. Это когда он сидит на задних лапках и передние поджимает. И Суслик, когда он полностью вытягивается и задние лапки тоже вытягивает. Он у нас просто не может выучить команду. Лежать. Я ему... А-а-а. Семнадцатая команда стоять. Он знает команду стоять. Он просто не понимает, что такое лежать. Как? Я только с ним не пыталась тренировать. Он не понимает, что такое лечь. И еще он... Вот мы учили, не знаю, круть. Типа тысячу раз я ему говорила. Круть, 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 круть. Он не понимает, что надо крутиться. Ой, блин. Ну, наверное, я просто очень много хочу. Я хочу, чтобы он просто там, типа, с пятнадцати раз уже выучил. А заниматься там несколько часов хотя бы в неделю, не в день, а в неделю, нам лень, если честно. Потому что мы живем в кайф, собака у нас живет в кайф. Мы ни себя не заставляем, ни его не заставляем. Так, прекратим. Фу. Зайка. Молодец. Дай пять. Молодец. Отлично. Сидеть. Фу. Фу. Да, молодец. Можно. Умничка. Зайка. Сидеть. Молодец. Суслик. Да. Суслик. Молодец. Птенечка. Ребят, вы что такие сладкие, а? Вы что такие у меня сладкие зайки? Мои птенечки. А, спайки, сидеть. Сидеть. Дай лапу. Молодец. Умничка. У меня там четыре свадьбы играют. Извините, пожалуйста. Короче, он, я забыла сказать, он еще знает все свои игрушки по именам. Смотрите, я сейчас попробую. О, блин, у нас звездочка пропала. Спайки, где канатик? Канатик, где твой? Где канатик, зайка? Ищи канатик. А я сама не знаю, где он. Ищи канатик. Где канатик, спайки? Канатик? Молодец, солнышко мое. Какой же ты умничка. Спайки, а ежик где? Где ежик, спайк? Где ежик, малыш? Ищи, ищи ежика. Где ежик, малыш? Где ежик, зайка? Ежик. Да, ежичка, нашел. Умничка моя. Супер. Спайки. Ой, ну это сложная задача. На пончике лежит пуша. Спайки. А где пончик? Пончик, где спайки? Где пончик, зай? Пончик, где пончик, зайка? Пончик, это очень сложная задача со звездочкой, потому что на пончике была пушка. Спайкун. Брось. Молодец. Спайки, а где мячик? Где мячик? Неси мячик скорее. Где мячик, Спайки? Мячик где? Где мячик? Где мячик? Да, мячик. Умник. Молодец. Ты просто умничка. Молодчинка. Супер. Все игрушки теперь здесь. Лови. Молодец. Умник. Солнышко, ты просто самый умный на свете. Песик. Дай. Молодец. Сидеть. Лови. Момик. Хе-хе. Да ты какой такой умный, зай? Неси, неси, неси. Неси, зайка. Молодец. Ты такой умный, зай. Ты просто самый в мире умный. Брось. Молодец. Вот такая собака умная у нас. А вы что хотели? Итак, сейчас мы вдвоем вам расскажем про отношения кошки и собаки. У тебя были вообще какие-то опасения, как они будут? Да, я очень сильно переживал, потому что у нас кошка такая характерная, она не очень любит других животных. Я боялся, что они не подружатся и будут конфликтовать. Как ты считаешь, какие у них сейчас отношения на твое? По шкале 10, просто они спят вместе, 1, ну просто они грызутся, кидаются так. Ну, наверное, 5. Ну, да, что-то среднее. Просто нейтральное отношение. Мне кажется, уже 6. Ну, 5-6. Давай 5. Давай 5. Молодец. Умник. То есть они совсем не стали друзьями, они не играют вместе, не знаю, не коммуницируют по-дружески, но они и ничего друг другу плохого не делают. Он может побегать за ней, сделать вид, что гоняет её, но это не очень хорошо, мы это пресекаем, но чуть-чуть она может так поделать. Ну, она в основном делает вид, что он такой глобально гоняет кошку, но он это делает, когда она сама бежит, он пристраивается такой, это я тебя гоню, но это на самом деле не так. То есть она тоже его держит в ежовых рукавицах и на самом деле очень жалко, что у них разный темп, темп жизни. Потому что, когда пуши всегда медленные, когда начинают ускоряться, спайк этого не понимает, он такой, эээ, ты чё, ты чё, и начинает лаять. И поэтому у них вот немного разногласий. Ну, это правда так, у них скорость эмоций совершенно разная. Он очень быстрый, он везде бегает, нюхает, что-то делает, а ей нужно подумать. Размеренно что сделать. Ну, это просто различие между пушкой и собакой, и поэтому, может быть, если бы кто-то из них был супер дружелюбен к противоположному виду, то он был бы хорошо. А так они его нейтрально живут. Я говорила уже, что у нас был договор заранее, что собака не будет спать на постели, потому что я этого не хочу. И у нас тут получилось, что, да, он не спит на постели, у нас на постели спит кошка. Поэтому это территория кошки. На собранном диване он может лежать, но когда мы стелим постель и разбираем диван, он вообще туда не суётся. Ну, даже желания нет. То есть он просто смотрит, что вы там делаете, а пушечка – это вот её ложа. Она спит с Василием у нас каждую ночь. Это её вообще любимка. Поэтому у нас такие у них отношения. Они друг друга как бы не трогают, просто живут на одной территории. Было бы классно, если бы они играли, да? Да, но нет. Да нет. Ну, мы принимаем то, что есть. Пуш, ты как? Следующая глава этого большого видео будет посвящена моим страхам. Страхам? Что ты съешь все мои волосы? Ты тоже хочешь снять и видео, Зай? В меня с детства почему-то внушили убеждение, что я очень холодная, очень чёрствая. И это породило страх, что, блин, как же я буду воспитывать своих детей? И как я буду воспитывать свою собаку, если я вообще не люблю обниматься, целоваться? Если я не тактильная, я не люблю вообще, когда меня трогают? И был страх, что я не смогу дать достаточно любви детям. Но тут, когда появилась собака, у меня тоже появился такой страх, что я ему не смогу дать достаточно любви. А, ребята, это всё оказалось глобальной неправдой. Просто глобальной, тотальной неправдой, когда появился спайчик. Знаете, я не знаю, от него как будто бы какими-то феромонами пахнет, которые я не осознаю. Но меня просто к нему тянуло. Вот я иду в туалет ночью, я обязательно иду к нему, сажусь на колени, его целую, обнимаю, глажу. Я не могу просто шагу ступить, чтобы его не поцеловать. У нас постоянно с ним любовь, обнимашки. Мы вырастили его в тотальной любви вообще, просто тотальнейшей. Вот мы целуемся с ним, я не знаю, сколько раз в день. Миллион раз в день целуемся, зяи. Оказалось, что я очень тактильная, когда меня действительно химически тянет к существу. И благодаря тому, что у нас появился спайк, я понимаю, я сейчас спокойна, что когда у нас будут свои дети, я абсолютно спокойна, что я дам вам столько любви, просто вот столько. Свою миссию я по любви выполню сполна. Еще у нас был период, когда я постоянно подходила к спайку, когда он был маленький, говорил, Вась, как ты думаешь? Он знает, что я его люблю? Он знает, что я его люблю? Что ты отвечал? Что знает? Да ты и сейчас так спрашиваешь. Ну, сейчас это меньше. Но раньше было очень много. Второй страх перетекает плавно и с первого, потому что спайчик вырос в любви, в положительном подкреплении. Мы никогда на него не орали, тем более никогда не замахивались. Ну, про физическое насилие вообще я молчу, мы никогда в жизни его ни разу не били. Мне кажется, аж по носу его не щелкали никогда. То есть вообще такого не было. В связи с этим он не знает, что такое агрессия, что такое злость. И у меня большой страх, что он не может поставить за себя в каких-то моментах на улице, когда трогают его люди, когда другие собаки проявляют агрессию, там, лаят на него. На него лает собака, он просто на него смотрит такой, типа, ты что делаешь? И уходит. Возможно, это нормально, возможно, это хорошо. Но даже в каких-то критических ситуациях, вот когда на него напала собака, его схватила, когда он намотался на колесо, он не озлобился, он собаку в ответ не начал кусать. Когда отбирают его игрушки, вообще ноль агрессии. Вот мы приезжали в гости к родителям, у них тоже есть собака. Когда спайчик начал есть из миски второй собаки, он тут же начал рычать. И такой, типа, эй, ты что, отошел отсюда. У спайка такого нет, он просто сидит спокойненько, ждет, пока там тот доест, допьет. И потом идет сам есть. То есть нет какой-то вот этой у него функции поставить за себя. Из-за этого я очень переживаю. Мне хотелось бы, что в какие-то моменты он даже проявлял это. Это, типа, блин, убери свои руки, хватит меня уже гладить. Не знаю, хорошо это или плохо, но такая у нас собака. Просто максимально добрая, максимально дружелюбная, максимально спокойная, безумно умная. И мне хочется из-за этого его еще больше защитить. Чтобы никто его не трогал лишний раз. И я всем позволяла его трогать. А сейчас вот я думаю, блин, наверное, я буду уже запрещать. Потому что я вижу, в какие-то моменты он даже отходит, прячется, ему это не нравится. Несмотря на то, что он не агрессивный, не злой, наверное, все-таки людям нужно запрещать его тискать, гладить и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok